Как быть в случае чрезвычайной ситуации? В сравнении со среднерасчетным областным показателем, за последние 7 лет он составил около 13 чрезвычайных ситуаций, в прошлом году было всего 5 ЧП техногенного характера, на которых погибли 10 человек, а материальные убытки составили более 750 тысяч гривен. Итоги работы территориальной подсистемы Единой государственной системы гражданской защиты подвели на сборах руководства этой структуры. За год провели 26 объектовых учений и 275 тренировок. Оценка после проверки территориальной подсистемы к выполнению поставленных задач готовы. Главные аварии прошлого года, 3 пожара, водопровод и крушение самолета классифицируют как чрезвычайные. Всего прочего, более 6 тысяч происшествий отмечают рост 12%. В результате этих подействий погибло 362 люди, а в 2014 году в этих подействиях погибло 391 человек. На пожарах при этом погибло 100 человек, в 2014 году 110, с уменьшением на 10 человек. На водных объектах 78 человек. На наиболее сложных участках созданы областная и 22 районных группы быстрого реагирования. Их комплектуют самыми последними из имеющихся в наличии технических средств. В качестве наиболее эффективных примеров работы спасателей приводят операцию по спасению рыбаков на льдене и тушение пожара в общежитии. Заучасно было принято решение на терминовое перемещение 23 сечня оперативной группы головного управления «Токатерин» на повитряных подушках «Марс-700» с пересовным пунктом обегрева из места Запорежья на узбережья Каховского водосховища. Что касается дальнейших перспектив, то здесь обращают внимание на существующие проблемы. Население и подразделения гражданской защиты не обеспечены средствами радиационной и химической защиты должным образом. То, что осталось от советского прошлого, уже не годно или не соответствует современным требованиям. В случае объявления воздушной тревоги защитные сооружения большей частью готовы к приему людей. Правда, их инвентаризацию в районах области еще не везде полностью закончили.